Санаторий «Машина-Будовник» стал переможцем международного туристского фото-видеоконкурса «Дива Евразии». Экскурсия в вершах от директора установы завоевала увагу журы и отримала первое место в споборнице, в котором примала удел больше тысячи проектов из 15 стран. Наши корреспонденты наведали санаторий, как погодит с креативным директором об развитии туризма в перед закрытых местах. У конкурсе «Дива Евразии» санаторий «Машина-Будовник» примал удел и у попередние два годы. Однако выше за третье место подняться не удавалось. Звычайному белорусскому санаторию тяжко конкурировать с российскими объектами, у видеороликах яких сдымаются зорки шоу-бизнесу. Однако, прислухавшися до комментариев журы и проанализовавши работы конкурентов, в минулом году «Машина-Будовник» со своим видео завоевал первое место. А кроме перемоги у номинации «Экскурсия с директором», санаторий так само занял другое место у номинации «Гумор у туризме». За пандемией презентовать свои работы пришлось онлайн. Зачастую нам всегда говорили о том, что у нас намного лучше, чем мы на фотографиях выглядим, или лучше, чем в видеороликах. Как показать так, чтобы человек сразу увидел и захотел приехать? Потому что что такое продавать товар? Его можно всегда пощупать, потрогать, покушать, попробовать. А что такое услуга? Это то, что намного сложнее. Это нужно уметь красиво так рассказать, так показать, чтобы человек уже влюбился заранее, прежде чем он попадет в эти стены красивые. Вапошний час санаторий умыцевал свою лечебную базу. Зараз тут пропануюсь реабилитационную программу для людей, які перонесли пневмонию. И она включая электросвятлорешения на аппаратах магнито-турботрон и биоптрон. А так само озонотерапию, наведывание соляного покою, надвенную лазеротерапию и психологичную реабилитацию. За знижение колькости замежных туристов машина-будовник переориентовался на внутренний рынок. Беларусы учекают туры выходного дня со спа-процедурами и крыа-сауной. На территории санатория открылась кафе, иди реконструкция аллеи закаханных, каб гамельшане могли тут святковать свои памятные даты. Дарыша, кроме санатория «Машина-будовник» в международном конкурсе «Дива и Уразии» в першиню примала удел управления спорту и туризму Гомельского облвыконкама. Специалисты подрыхтовали видеопрезентацию нового военно-патриотичного маршруту «Вечный память Сюживы». И он занял другое место в номинацию «Туристичные маршруты и экскурсии». Этот маршрут включает в себя посещение памятников, военных памятников в Жлобинском районе памятникам детям Великой Отечественной войны, в Светлогорском районе памятник Багратион и Алла. Этот маршрут не зря назван военно-патриотический. Поэтому, например, сегодня мы считаем, что каждый гражданин нашей страны, а регион нашу, просто обязан посетить данный маршрут. Зараз представники Гомельской области ведутся перемоги с архкомитетом «Дзива Яуразии» об створении аналогичного туристского конкурса у Беларуси. И он допоможе субъектам национального турбизнесу научиться лепш презентовать себе и свои послуги. Ганна Коральчук, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».